Друзья, всем привет, Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Текущая цена биткоина 37 тысяч долларов. Мы с вами получили довольно неплохой. А еще не забудь подписаться. Биткоин и эфириум не относятся к ценным бумагам. Дмитрий Медведев допустил отключение России от глобального интернета. Илон Маск снова высказался о биткоине. Мы можем увидеть сильный обвал курса. Стоит ли сегодня покупать XRP? Путь до гикоин. Какие криптовалюты способны повторить рост на тысячу процентов? Вы на канале Виталия Жукова. Ньюсблог. Компания Ripple подала ответ на иск комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC. В нем утверждается, что обвинение о выпуске незарегистрированных ценных бумаг построено на беспрецедентной и непродуманной правовой теории. Среди прочего, эта теория игнорирует тот факт, что XRP выполняет ряд функций, несоответствующих ценным бумагам. Говорится в 93-страничном документе. Например, XRP выполняет функцию средства обмена. Виртуальная валюта используется в настоящее время в трансграничных и внутренних транзакциях, перемещая стоимость между юрисдикциями и обеспечивая исполнение сделок. Это неценная бумага, и у SEC нет полномочий регулировать ее. Ripple запросила информацию о том, почему ведомство не относит к ценным бумагам Ethereum, которая также выполняет функцию средства обмена. Также в документе говорится о контроле Китая над биткоином, и второй по капитализации криптовалютой. Быстрое продвижение в этом вопросе необходимо, потому что, как вы знаете, после искосек токен XRP потерял почти половину своей рыночной стоимости. Россию могут отключить от глобальной сети. Однако у власти есть план действий на этот случай, заявил зампредседателя Соввеза РФ Дмитрий Медведев. Интернет, как известно, появился в определенное время. И, безусловно, ключевые права на управление в США. Так что, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном, заявил Медведев. Защитить Россию от подобной возможности призван закон о суверенном Рунете. Он поможет восстановить или создать автономную работу российского сегмента интернета, хоть на это понадобится и время. По его словам, технологически для этого уже все готово, а соответствующие законодательные решения уже приняли. В то же время Медведев заявил, что признаков того, что Россию собираются отключить от глобального интернета, пока нет. Друзья, а спонсор видео – салон интерьерных картин ручной работы «Жуков». Да-да, это салон Виталия Жукова. И если вы не знали, у Виталия помимо направления в сфере криптовалют, есть еще несколько бизнесов. И об одном из них сейчас вкратце вам расскажу. В салоне вы сможете подобрать или заказать себе картины в авторской стилистике, которые будут прекрасным дизайнерским решением в вашем доме. Также это прекрасный нетривиальный подарок. Только за 2020 год более чем в 100 домах России и зарубежья появились картины бренда «Жуков». Только положительные отзывы о качестве картин от довольных клиентов. И это неудивительно, так как у Виталия своя студия производства, своя стилистика, ассортимент на любой кошелек, возможность изготовления картин размером до полутора метров по высоте и ширине, под лаком или под эпоксидной смолой. В описании есть ссылка на инстаграм салона. Либо можете связаться с менеджером по телефону, который также найдете в описании. Салон находится в городе Москва. Возможность доставки по всему миру. Первая криптовалюта стоит на пороге широкого принятия представителями традиционного рынка. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в рамках беседы на медиаплатформе Clubhouse. По словам миллиардера, многие друзья убеждали его купить биткоин. Сегодня же он вынужден признать, что припозднился. Я сторонник биткоина. Я считаю, что финансовый мир близок к его широкому признанию. Но у меня нет мнения касательно других криптовалют. В беседе на Clubhouse он заявил, что будет внимательнее относиться к своим комментариям из-за большого влияния, которое они оказывают на рынок. Затронул Маске монету DoggyCoin, отметив, что любит иногда пошутить на этот счет. DoggyCoin создали как шутку, чтобы высмеять криптовалюты. Судьба любит иронию. И зачастую самый нелепый исход в итоге оказывается наиболее вероятным. Будет весело, если Doggy станет валютой в будущем, прокомментировал Илон. Трейдеры, которым удалось взвинтить стоимость акций GameStop, выбрали следующей целью рынок криптовалют. 1 февраля в 16.30 по Москве они пообещали устроить PAM токена Ripple. Эксперты рассказали, как будут развиваться события. В понедельник, 1 февраля, курс токена Ripple, которому предстоит судебное разбирательство с комиссией по ценным бумагам биржам США SEC, впервые с 24 ноября поднялся до локального максимума в 75 центов. Затем произошел откат. В ближайшее время розничные трейдеры, которым ранее удалось взвинтить котировки GameStop и другие активы, обещают устроить PAMP XRP. Они создали телеграм-чат с названием «Покупаемый держим XRP 1 февраля», в которой сейчас около 200 тысяч участников, и группы схожей тематики, в которой уже более 90 тысяч подписчиков. «Пользователи хотят разогнать курс XRP именно из-за претензий SEC», объяснил Сергей Трошин, SEO-дата-центра 6ix9ine. «Всех, кого обижают, тех и пампят. Получается симбиоз финансовой выгоды и идеи помочь кому-то. Мы наблюдаем изменения в сознании людей. Они поняли, что своей массой могут диктовать какие-то правила и могут на что-то повлиять», объяснил Трошин. Никита Зубарев, старший аналитик BestChange, предупредил, что помешать попытке взвинтить котировки могут крупные держатели токена. Например, у бывшего техдиректора Ripple, Джеда Маккалиба, подписано с ней соглашение, по которому число токенов, которые он может продать, напрямую зависит от дневного объема торгов XRP. Соответственно, если начнутся крупные покупки токенов пользователями, он сможет их уравновесить своими продажами. Сама компания тоже может увеличить объем продаж токенов. Ripple зависит от этого не менее, чем от остальных источников финансирования, и вряд ли откажется от получения сфер прибыли растущего рынка, считает Зубарев. Рост возможен, но ожидаемый максимум полтора-два доллара. Большая часть роста уже произошла накануне. Разогнать цену дальше будет только сложнее. Скорее, возможно, очень серьезное падение ниже текущих уровней, сразу после предпринятой попытки пампа, спрогнозировал Зубарев. За два дня монета Dogecoin подорожала более чем в 10 раз, а все началось с одного сообщения в Твиттер. Эксперты считают, что подобное может произойти и с другими токенами. Под эти критерии попадают токены Ethereum Classic, Uniswap, SushiSwap, BurgerSwap. Но эксперты подчеркнули, что если памп и произойдет, то эффект будет очень кратковременный. Сообщества на Reddit или другие группы не способны скоординировать свои действия и держать открытые позиции против крупных игроков. Вдобавок, рынок криптовалют работает круглосуточно. На нем нельзя манипулировать ценой активов, как на фондовом, до открытия основной сессии или после ее закрытия. Друзья, спасибо большое за просмотр. Оставляйте свои соображения в комментариях, подписывайтесь на канал и до встречи. Работаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова